Русский, английский и сербский. Языки с начала этого учебного года звучат в квартире педагога гимназии Анжелики Рысевой. Говорят, на них здесь два человека – хозяйка квартиры и 17-летняя школьница Джина Паунич, которая приехала в Слободской по программе международного обмена из Боснии. Я всегда хотела посетить Россию, посмотреть, хотела узнать культуру, увидеть то, о чем я читала в книгах, смотрела по телевизору. И когда я узнала о программе обмена по линии АФС, я решила принять участие. То, что я представляла о России, конечно же, совпало с тем, что я здесь увидела. Я знала, что... Я думала, что в России очень гостеприимные люди, и это действительно так. Я знала, что в России холодная погода, и я вижу это сейчас. Мои ожидания оправдались намного больше. Самое основное впечатление – доброжелательность людей, противоречие холодная погода, но теплота души. Родина гостей – Биеллина. Это небольшой, утопающий в зелени город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Это не такой большой город. Это, конечно же, больше, чем Слободской. Он находится далеко от столицы Республики Сербской, также находится далеко от Сараева, которая является столицей Боснии. И, конечно же, он очень близко к границе Сербии. Я добиралась до Москвы на самолете. Это было мое первое путешествие на самолете. Я добиралась из Белграда до Москвы. В Москве после трех дней я на поезде добиралась до Кирова. Путешествие было удивительным. Это огромный опыт. В России Джина легко обзавелась друзьями. Первые знакомства состоялись еще в Москве, в трехдневном лагере. Там собрались школьники со всего мира. Среди новых одноклассников Джина тоже нашла ребят, с которыми у нее много общего. Я люблю читать, писать. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу опубликовать свою собственную книгу. Я люблю общаться с друзьями. Мой любимый книг – Агата Крисли. К учебе и в особенности к изучению русского Джина подходит со всей ответственностью. Свою первую речь на русском языке, которую она произнесла на линейке в школе 1 сентября, 17-летняя девушка подготовила еще у себя на родине. Конечно же, знания русского языка у меня недостаточно, чтобы понимать абсолютно все. Но я не думаю, что учеба такая сложная. И если я поработаю над своим русским языком, то все будет хорошо. Анжелика Рысева не раз принимала у себя иностранных студентов и педагогов, которые приезжали в Слободской по программе обмена. Джина будет жить у нее дома в течение всего учебного года. У Джина уже пятерка по истории, да, по истории, потом по русскому за диктанты хорошо, за устную часть. Да, то есть достаточно сразу успехи хорошие, диктанты без ошибок, то есть орфография чистая. Сербский язык, с основами которого в свою очередь знакомится Анжелика Рысева, сам по себе очень красивый. Улыбку вызывает лишь неожиданный смысл слов, которые в русском языке порой имеют совершенно иное значение. К примеру, трудно, по-сербски это слово означает беременная. А если вы спросите дорогу у серба, и он скажет вам право, не торопитесь сворачивать направо, поскольку в виду имеется прямо. На становление сербского повлияли и исконный язык южных славян, и западноевропейские языки, и даже турецкие. А вот русская кухня с сербской во многом схожей, и даже вкус блюд совсем как дома, говорит Джина. Эта маленькая семья встречается в основном за столом. Поговорить всегда есть о чем. Такое общение и дружба помогают во многом. Узнаешь мир, узнаешь людей, понимаешь глубже другую культуру. Но трудностей вообще не было, потому что я сразу же предупредила, ты студент, ты едешь домой, ты едешь не в гости. То есть представь, что ты давным-давно не была дома, и ты приехала домой, и живешь как обычно, ходишь в школу, общаешься, разговариваешь. То есть это главная мысль, главная идея, что ты здесь не гость, к тебе и относится как к члену семьи, и ты должна делать все как член семьи. В конце учебного года Джину ждет экзамен по русскому, который пройдет в Москве. Знание языков обязательно пригодится, решила для себя Джина. Она станет либо журналистом, либо психологом, либо преподавателем литературы. Субтитры создавал DimaTorzok